Книга. Еще раз, третий раз рассказываю про эту книгу. Она интересная, она важная, она научная. Это трансценд «9 шагов на пути к вечной жизни». Тоже не стоит сильно заморачиваться. Вы знаете, что меня вообще изумило? То есть я пишу рецензию на эту книгу в Фейсбуке, и опять люди вот так вот выстраиваются в очередь, чтобы покрутить виском у пальца, сказать, да ты шибанутый. Сразу приводят в пример с упоением тех людей, которые там соблюдали образ жизни здоровый, маниакально, занимались спортом и умерли молодыми от рака какого-нибудь. И сразу это вдруг должно означать, что, в общем, заниматься этим делом, наверное, какое-то бессмысленное занятие. Тут же чувак говорит, что моя бабка жрала все, что хотела, даже дожила до 101 года. Ну, кто его знает, если бы она соблюдала рекомендации, сложенные в этой книге, может быть, она бы прожила до 150 лет. Хотя, честно говоря, знаете, здесь довольно, вот вы читали, наверное, да, этот биохакинг Сергея Фаге, как он там потратил 200 тысяч долларов, чтобы вскрыть себя. Конечно, там шибанутость действительно отдает, с этим я согласен. Но, знаете, какие-то разумные вещи все-таки из этой книги взять стоит. Что я конкретно взял из этой книги? Ну, во-первых, когда вы здесь довольно научно изложены, научно изложены биохимические факты, связи, объясняются процессы, которые происходят в вашем организме, реакции. Когда вы делаете А, почему из этого вытекает Б и так далее. И когда вы это все понимаете, вы начинаете лучше понимать необходимость в некоторых правильных вещах, которые вы должны делать в повседневной жизни. Ну, вот я, например, в результате прочтения этой книги, во-первых, хорошо закрепил те вещи, которые уже знал. Во-вторых, ну, сделал обязательно корректировки по питанию. То есть, у меня уже складывается определенная картина на подсознательном уровне, что есть желательно, а что нежелательно. Я не говорю о том, что я теперь выкину все вредное. Что я единственное выкину, это точно, и выкинул уже, это всякие газировки, вот эти сладкая вода и так далее, мороженое. То есть, вот это то, чего я уже, скорее всего, вообще не буду есть. Вот. Что еще важно? То есть, эта книга мне лишний раз напоминает, что важно добавить физические нагрузки. Еще раз, книга объясняет, почему важно убрать стресс. Она действительно здесь очень доходчиво объясняет. И, ну, про вредные привычки мне уже даже говорить не надо, вы понимаете, я уже и сам до этого дошел. Еще одна история, которая содержится в этой книжке, это напоминание о том, что важно диагностироваться. Ну, понятно, если вам сейчас 30 лет, даже 35, то для вас диагностика регулярная не имеет такого значения. Об этом задуматься надо уже после 40. И обязательно уже после 50 тщательно, ежегодно обследовать свой организм, потому что вероятность всяких опухолевых процессов и так далее, она очень нарастает со временем. Ну, и, конечно же, ну, короче, в общем, ребята, я надеюсь, что все мы будем жить долго и счастливо, до 100 лет минимум. Ну, жизнь такая интересная штука, хочется жить долго, чтобы все это интересно, так сказать, потребить. Вы знаете, я вообще говоря понимаю, что Уоррен Баффет, он, конечно, очень большой лицемер, потому что я уверен, что он не пьет ни Кока-Колу, и он не ест бургеры в Макдональдс, потому что иначе бы он чувствовал себя хреново в свои, там, 87 лет.